В квартире Светланы трое прописанных. По факту живут два человека. Ежемесячно за воду она выкладывает круглую сумму. Горячее водоснабжение 1300. Это за троих прописано. Холодное 212. Итого 1500 в месяц. Светлана решила установить индивидуальные приборы учета водопотребления. С вопросом, как это сделать, она пришла в управляющую компанию РЭП номер 3. Вам надо приобрести счетчики, фильтры грубой очистки. Потом придут наши слесаря и вам устанавливают. В управляющей компании женщине подсказали два варианта. Первый. Она сама покупает оборудование и фильтры грубой очистки. А работы заказывает в самом РЭПе. В таком случае только за установку двух счетчиков по одному стояку. Ей придется заплатить 4500 рублей. Плюс цена за счетчики и фильтры. Второй вариант. Обратиться в фирму, которая приедет уже со всеми необходимыми приборами и поставит их. Телефоны компании, хорошо зарекомендовавших себя, сотрудники РЭПа дали. Приезжать у них все свое. Вам не надо ни покупать, ни самокаку, ни приобретать ничего. Чтобы понять, какой вариант выгоднее, Светлана отправилась в магазин. Продавец сразу порекомендовала выбирать продукцию российских производителей. С обратным клапаном. 630 рублей. И горячее и холодное. Да, они универсальные. 1200 рублей за счетчики. Плюс два фильтра грубой очистки по 200 рублей. Да еще плюс работа слесарей. Итого, установка приборов учета на один стояк обойдется в 6000 рублей. Светлана позвонила в фирмы, телефоны которых ей дали в РЭПе. Там предложили установить за 5000. И в эту сумму уже входит все необходимое. Я выбрала фирму ООО «Жилсервис Водомер». Так как они быстрее всех откликнулись на мою заявку. И цены у них немножечко ниже, что тоже приятно. На установку счетчиков в фирмах надо записываться заранее. Михаил ежедневно устанавливает приборы учета как минимум в двух квартирах. Ездит по всей области. Замечает, в Королеве, Щелково жители уже давно считают водопотребление. В Авантеевке этот процесс только начинается. Начинает уже как бы задумываться, что все-таки экономия, экономия. Чтобы установить счетчики, нужно в первую очередь обратить внимание на состояние своих труб. Замечает слесарь. Вентиля должны быть в рабочем состоянии. Разводка чистая. Лучше, если трубы выполнены из полипропилена. Вентиля и финтинги, которые вот эти все комплектующие, должны быть качественные. И счетчики тоже сейчас идут уже шестилетки. Это раньше были четырехлетки. Сейчас шесть лет уже. Это уже тоже плюс. На установку приборов учета в квартире Светланы уходит час. Слесарь делает опломбировку и пишет акт. Этот документ собственница квартиры относит в РЭП. И все. Остается теперь только ежемесячно снимать показания и передавать их в городской информационный центр. Итого за месяц получается за холодную воду 77 рублей 61 копейка было 212. И за горячую воду вместо 1300 – 356 рублей 37 копеек. Также водоотведение – 180 рублей вместо 546. Всего за месяц экономия составила 1350. Вывод – счетчики ставить выгодно. Сама установка окупается за полгода. Кроме того, они стимулируют людей экономить воду. Привычки изменились, уже смотришь, следишь, уже думаешь, стоит ли бездумно включать, тратить воду. По подсчетам директора управляющей компании РЭП-3, в среднем жильцы, у которых есть счетчики, платят за воду на 50% меньше. И со следующего года экономия будет только расти. Ведь тариф завода снабжения для тех, у кого приборов учета нет, начинает расти. С 1 января на 10, а с 1 июля 2015 года на 20, с 1 января 2016 года уже на 40% будет увеличен норматив потребления воды. На сегодняшний день в Авантеевке только 25% жильцов установили приборы учета воды, несмотря на то, что закон обязал нас это сделать еще в 2009 году. Не все жители обращают внимание на срок годности счетчиков, а он у приборов не более 6 лет. По истечению этого времени нужно производить поверку. У нас много фирм, тоже безадресная рассылка идет, это рекламы, где якобы они на месте проводят поверку счетчиков. Поверка счетчиков на месте не проводится. Поверку проводит организация, имеющая на этот вид деятельности лицензию. Поэтому счетчики, у которых подошел срок проверки, должны быть сняты, увезены, поверены и снова поставлены. То есть тут получается какой-то перерыв, который человек будет платить по нормативу. Чтобы этого не произошло, большинство жителей, у которых уже у нас есть люди, которые поставили в 1908 году, в 6 срок проверки прошел, они просто их заменили на новые. Так что РЭП предупреждает, обращайтесь только к проверенным фирмам. Каким, спросите у управляющей компании. И обязательно делайте вовремя поверку счетчиков. Ведь коммунальщики раз в полгода имеют право прийти домой к жителю и проверить состояние счетчиков. Если обнаружат, что проверка вовремя не была сделана, то жильцы будут платить по тарифу.